Привет, друзья! С вами канал Maros Life, прямиком из Чехии. В последнее время очень много возникает вопросов. Много людей едет в Чехию, через Польшу, автобусами, либо личным транспортом. И многие люди уже с вакцинами, уже с двумя давками, некоторые даже с тремя давками. Кто-то получил их в Чехии, кто-то получил их в Польше и в других странах, кто-то в Украине делал. И вот недавно возникла такая ситуация, люди из Чехии с рабочими картами, украинцы ехали через Польшу, то есть выехали без всяких проблем, в принципе, обратно заезжали, у них потребовали обязательно тесты. Хотя при этом у них были вакцины, уже две давки полностью, то есть прошли все два курса вакцинации и уже на третью стоят в очереди. Ну, короче, дело не в том. Сама фишка в том, что попросили у них тест прямо на польской границе, то есть либо да, делаем на месте прямо, либо опять же показываем тест ПЦР, сделанный из Украины и переведенный там на польский, либо английский язык, либо едем домой, то есть обратно, то есть не пропускали. На что ребята, конечно, были удивлены, зачем это вообще вакцина. Начали возмущаться, то есть почему они вообще делали эту вакцину, какой смысл, ну и так дальше. Короче, дело в принципе не в том, сегодня, ребята, я вам хочу показать карту, это сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, ссылочка обязательно будет под видео, это актуальный сайт, актуальная ссылка, всегда она обновляется, и здесь указаны все принципы страны, с которые вы въезжаете, в зависимости, это постоянный въезд, либо транзитный проезд и так дальше. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как куда-то ехать, используйте этот сайт, смотрите, куда можно въезжать, как можно въезжать, какие правила проезда той или иной страны, чтобы у вас потом не было таких подобных ситуаций, не было с этим проблем. Итак, нас интересует Польша, как вы видите сейчас на картинке, вот у нас Украина, да, и вот у нас Польша соседняя. Есть вверху режим транзитного проезда и режим въезда для граждан Украины, то есть, если режим въезда для граждан Украины выбираем, это именно въезд конкретно в Польшу. Если же берем режим транзитного проезда, что нас в принципе интересует те, кто едет в Чехию через Польшу, то выбираем этот режим. То есть, мы выбрали режим транзитного проезда, показывается, видите, зеленые цвета, То есть, где можно проезжать, желтые, возможно, какие-то из определенных условий. Тут все, в принципе, расписано. Итак, нажимаем Польшу и смотрим. Здесь все расписано очень подробно, когда начались ограничения. С 9 сентября 2021 года для граждан Украины определенных категорий разрешено въезд в Республику Польшу. И в том числе с целью туризма. Ну и дальше уже рассказывается. 17 грудня 2021 года набиваются изменения щодо перетину кордона для граждан, что прибывают до Республики Польши поза меж Европейского Союза, в том числе и из Украины. И смотрите здесь внимательно. При перетине кордону подорожей мают надать представникам прикордонной службы Республики Польша результаты негативного диагностичного теста на SARS-CoV-2 польскою або англійською мовами, сделанного не ранее, чем за 24 години до перетину кордону, рахуючи от часу, когда был отриман результат тесту. Если вы прибываете в Республику Польши літаком, вы можете сдать тест, в том числе и в аэропорту, протягом 3 годин от часу перетину кордону. Негативный результат тесту звольняет от обовязка отбудения карантину. Ти, кто подорожает наземным транспортом из Украины или пешки, должны пройти тест в Украине. Наявность негативного результату тесту не звольняет невакцинованных человек, а человек, которые щеплены вакцинами, не позволены на территории Европейского Союза, от проходения 14-дневного карантину. И рассказывается также, кто может не сдавать тест. Здесь идет перечень категории. Источник, где это все можно прочитать, в PDF-файле. И смотрите внимательно, вот четко выделено. Данная вымога стосуется в том числе вакцинованных осип. Все, здесь все полностью расписано. То есть, что нужно сделать. Поэтому, ребят, когда проезжаете через Польшу и вас требует тест, они требуют это все на законном основании. Чтобы вы не думали, что это так вот они захотели и все. Значит, так вот предвзято как-то относятся к вам и так дальше. Поэтому, пожалуйста, все изучаем. Последнее обновление 11 февраля. Поэтому, пожалуйста, смотрите, чтобы не было у вас с этим проблем. Так, значит, по Польше у нас понятно. Идем дальше. Попробуем проехать, так сказать, через Словакию. Транзитом в Чехию. То есть, можно заехать через Словакию. И здесь вот указывается, пожалуйста, тоже, кому разрешено, какие категории. И здесь, внимание, полностью вакцинированные особы. То есть, полностью вакцинированные сертификаторами, сертификаторами, которые котируются в Евросоюзе обязательно. И эта информация должна быть либо на словацком, либо на чешском, либо английских языках. И опять же, здесь идет перечень, кто считается вакцинированной личностью, какие вакцины действуют, какие справки еще дополнительно, возможно, кто не делал вакцину, либо переболел. И кто именно там, кто имеет ПМЖ Чехии, либо ЕС, либо ВНЖ и так дальше. То есть, здесь все полностью расписано. Также здесь показаны, через какие границы проходит этот транзит. То есть, все полностью. Есть абсолютно вся информация, какие пункты. Опять же, обновление последнего 14 февраля. Поэтому, ребят, внимательно, пожалуйста, все изучайте. Идем дальше. У нас следующая страна, через которую мы можем поехать, это Венгрия. Здесь, опять же, смотрите, последнее обновление вообще 18 февраля. Здесь сказано, что граждане Украины могут пересечь границу вообще без всяких проблем. И какие есть исключения, тоже указанные. Пожалуйста, все читаем, изучаем, для того, чтобы пересечь границу транзитным способом. И так дальше. Ну и конкретно, если мы уже заговорили о въезде в Чехию, то здесь уже конечный путь. Мы ставим режим въезда для громадян Украины. Приближаем. Смотрим. Вот Чехия у нас. И, опять же, на 18 февраля 2022 года, кому разрешен въезд в Чехию? Вы тоже задаете часто вопросы. Могу ли я заехать? Могу ли я не заехать? Что мне нужно для этого? Ребята, говорилось это очень часто, постоянно. Я понимаю, что многим лень смотреть наше видео. Не хотите получать информацию? Пожалуйста, не получайте. Это ваше право. Поэтому здесь тоже я вам предоставляю всю информацию. Заходите на сайт, изучайте. Смотрите, что здесь за вакцины требуется для въезда в Чехию. какие граждане Украины, кто имеет ВНЖ, ПМЖ, либо рабочую визу, выданную Чешской Республикой. То есть, все здесь расписано. Какие справки и так дальше. QR-коды, какие нужно делать, как это заполнять. Мы тоже об этом всем говорим. Ну и, опять же, про детей здесь не забываем. Все это сказано, расписано полностью. И постоянно обновляется. Поэтому, ребят, не ленитесь, пожалуйста. Читайте, смотрите, чтобы не было у вас потом проблем с этими делами. Так что, друзья, всем рекомендуем этот сайт к изучению. Еще раз повторюсь, ссылка на этот сайт будет у вас под видео. Под данным видео. Заходим, открываем. Там же можно сразу и поддержать наше видео своим лайком. Если кто-то еще не подписался, подписываемся обязательно. Делимся этой информацией со своими друзьями. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующем выпуске. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.